Друзья, всем привет! У нас сегодня новое видео, посвященное одной очень интересной теме. Для звукорежиссеров, как мы все знаем, очень важен мониторинг. Если вы используете наушники, тогда, в принципе, вам помещение не особо важно. То есть, в каком помещении вы находитесь, главное, чтобы оно было тихое, если вы на открытых наушниках работаете. И, в принципе, всё. Но, если вы работаете на мониторах, вам, конечно же, очень важна комната. Каждая комната, как мы знаем, имеет свои проблемы, свои особенности. И эти проблемы нужно устранять. Вот вопрос как? То есть, самый правильный, и, как я считаю, самый правильный, но сложный способ, это нужно развесить акустические панели, установить басовые ловушки, сделать вообще геометрию комнаты такой, чтобы было как можно меньше стоячих волн, как можно меньше отражений в месте, где сидит звукорежиссёр. Добиться максимально низкого времени реверберации, сделав при этом так, чтобы комната не звучала глухо и мёртво. Но есть и второй способ, как улучшить звучание, исходящее из ваших мониторов, и как бы, ну, нивелировать проблемы комнаты. Это специальная программка. Называется она Sonarworks Reference 4. И вот у меня появился теперь вот такой пэк, который включает в себя измерительный микрофон. Как мы знаем, микрофоны, они не идеальны сами по себе. Даже измерительные микрофоны имеют свои погрешности. Так вот, Sonarworks, они сделали такую классную вещь, как бы они пронумеровали и измерили свои же измерительные микрофоны, чтобы понять, какие у этих микрофонов есть свои, как бы, нюансы в АЧХ, и программно их нивелировать, опять же, убрать. На самом деле с этой программкой можно использовать любой измерительный микрофон, но сейчас не об этом. Что же вообще делает эта программа? Наверное, многие знают, что Sonarworks это очень удобная программа для коррекции частотных ваших наушников. То есть, если надеваете какие-то наушники, например, Sony MDR, которые у меня здесь были где-то рядом, у них идет большой подъем в высоких частот, спад в низкой середине, как бы потом идет довольно много баса, и вот все эти проблемы, которым мы должны адаптироваться своими ушами, они могут компенсироваться за счет программы. Так вот, то же самое можно сделать и с вашими мониторами. Но здесь уже больше упор идет на коррекцию проблем комнаты, а не проблем мониторов, потому что мониторы, они, даже самые дешевые мониторы, они, если помещены в хорошую, акустически прозрачную комнату, они будут звучать очень даже неплохо. Сегодня мы будем делать анбоксинг, а потом мы будем рассматривать, как эта вся система работает. Это будет продолжение, как бы, видео об акустических панелях, которые я уже делал на своем канале, мы посмотрим, на самом деле, насколько ровно АЧХ в моей комнате, насколько его нужно исправлять, и как оно вообще потом будет звучать после исправления вот этой программы. Ну что ж, приступим. Для начала делаем анбоксинг. Коробка, кстати, классная, мне нравится. Ну, с точки зрения дизайна, вот у них, конечно, сделано все на высшем уровне. Мне прямо очень нравится. Открываем коробочку. И вот мы достаем наш микрофон. Микрофончик выглядит вот так. Здесь написано, какой у него ID, и что это микрофон Sunworks XRF20. Вот поэтому ID как раз таки и определяется персональная АЧХ микрофона. Потому что у каждого микрофона есть свое определенное звучание. У кого-то там, я, как уже говорил, на 11 бел, там, может быть, подняты высокой середины, у кого-то там провал. И вот эти все особенности, они учтены уже производителем и зашиты в специальный пресет, который вам доступен после того, как вы вводите ID этого микрофона. Давайте теперь непосредственно к измерениям перейдем. Здесь мы открываем программу. Reference 4 она называется. Reference 4 Measure. Нажимаем Measure your speakers. Чек-лист. Мы должны проверить, что у нас включено фандомное питание 48 вольт. Включено. Дальше. Make sure your microphone input is not throughout directly into your speaker outputs. Да, здесь у нас playback поставлен на выход из компьютера. A single audio interface is used. Да, у нас только один аудиоинтерфейс. Я один интерфейс, а был RAID 44.1. Это мы сейчас проверим. Scarlett 2.4, вот 44 поставили. Next. Вот, самое интересное. Берем наш микрофон и смотрим. У нас какой ID? 35T2.283. 83. Next. Вот, видите? Персональная АЧХ микрофона. То есть именно вот этого микрофона. Не какого-то другого измерительного или в принципе измерительного, а вот этого микрофона, короче. Выбираем. Input 1. И Output Channel. Scarlett 2.4. Output 1.2. Play test track. Пробуем. Дальше подключаем микрофон с помощью кабеля к входу нашего аудиоинтерфейса. Да, сигнал есть. Чуть поднимем гейна. Какие будут сигналы? Примерно такие. Как расположить микрофон правильно? А, вот. Это то, что мы должны держать микрофон ровно в том месте, в котором находится наше уши по отношению к мониторам. И направлять микрофон нужно ровно между мониторами. Сейчас нужно будет нам нажать на кнопку Start Measuring, и он начнет свои измерения. В этом мне поможет мой великий оператор. Дальше мы должны определить расстояние между нашими мониторами. А, вот я должен слева от левого монитора стоять, или справа от правого. То есть я должен подойти вот так и поставить микрофон вот так. Готово. Наконец-то! Господи! Так, ну что, смотрим результаты. Слеза тут. Опа! Я, кстати, так и знал. Вот на графике вы можете увидеть, что у меня подъем в районе 8-9 дБ, где-то на 120 Гц. Я это слышал всегда. У меня это всегда было, но ты играешь, какой там, соль, си что ли, не помню. И у тебя сразу гудение. Вот я это всегда слышал. И у меня небольшой тут спад. Хотя, на самом деле, я хочу сказать, что довольно все ровно, за исключением вот этого сильного подъема здесь. Сохраняем. Отлично! Ваш профиль был сохранен. И сейчас попробуем загрузить этот профиль в программку Audio Highjack, которую я использую. Загружаем профиль калибрационный. Теперь осталось включить и наслаждаться звуком. Сейчас я попробую понять, насколько эта штука компенсировала проблему моей комнаты. Прямо тут реально очень интересно, насколько она вообще работает. Какие тут настройки есть? А, вот, Linear Face лучше включить. При настройке Linear Face у вас будет коррекция работать чуть более точно и плавно, чем при Zero Latency. Но зато, когда у вас режим Linear Face, у вас будет задержка. В районе, там, до 100 миллисекунд. И кнопочка есть Dry Wet. Dry Wet – это, насколько вы хотите сильно корректировать свои динамики. Может быть, вы хотите только на 50% включить коррекцию. Или вы хотите на максимум включить коррекцию. Вы можете это порегулировать кнопкой Dry Wet. Давайте послушаем, на самом деле, как оно вообще звучит с такой коррекцией. Обалдеть. Обалдеть. Да, да. Ну, здесь вообще, по-моему, отчёт-то услышано. Вот проблемы с басом, которые я слышал, я не знал, что с ними делать. Потому что, как только я играю определённую ноту на басу, у меня просто какой-то пик невероятный. 12 децибел. Ну, это просто, ну, это же ужас. И вот мне сейчас это, с Honorworks, они просто вот исправили все проблемы. Вот теперь у меня нет выпирающего баса. Теперь я отчётливее слышу средние частоты на электрогитарах. Панорама как будто стала как-то шире. И мне очень нравится, я хочу сказать. То есть, ну, я не ожидал такого эффекта. Что могу сказать? Могу сказать только то, что нельзя подлагаться на такие программы полностью. Даже несмотря на то, что я повесил какое-то акустическое оформление в своей комнате, я сначала занялся акустическим оформлением, только после этого, сейчас я добрался до этой программы. И то, мне кажется, что, ну, не хватает всё равно оформления, конечно же, в моей комнате. И я его буду добавлять. Есть тут одна небольшая загвоздочка. Все вот эти измерения, которые я делал, они очень приблизительные. То есть, вы понимаете, насколько у меня там дрыгается рука. Я могу чуть выше сделать, чуть ниже. Когда-то у меня тихнуло в голове, я повернулся на левую сторону. Понимаете? У меня микрофон чуть там, ну, это всё влияет, вот, ваше положение. Вот, если вы прямо роботизировано и всё это измеряете, возможно, да. Возможно, у вас не будет никаких, там, потом проблем. Но чуть-чуть что вы переставили в своей комнате, как будто вы там мебель, стул добавили, или ещё что-то, человек пришёл, у вас уже чуть-чуть поменялось АЧХ. То, что я сейчас измерил, это вот, оно правдиво, оно звучит правильно, вот, только для конфигурации, когда в этой комнате нахожусь я, когда в этой комнате, ну, мы, конечно, с оператором снимаем, это понятно, но оператор отходил, он как бы не находился в районе измерений. Когда в этой комнате именно стол стоит именно в этом положении, кровать не разложена, нет дополнительных предметов на пианино, всё это влияет, и вы должны это понимать. То есть, чуть-чуть что вы поменяли в своей комнате, всё, у вас уже, вам нужно заново калибровать, по сути. Основной посыл, значит, моего видео в том, чтобы вы не думали, что какие-то программы, они смогут вам полностью исправить ваш звук, и у вас будет всё отлично, всё идеально. Сначала задумайтесь над тем, как исправить реальные проблемы, то есть, как физически их исправить, и возможно ли это сделать вообще. И только после этого обращайтесь к таким программам. Я хочу сказать, что программа очень крутая, что она стоит того, чтобы её использовать, и я, конечно, только вот сейчас у меня первое впечатление, но, скорее всего, в будущем я буду с ней сводить, потому что я уже слышу, что бас, у меня уже, я слышу уже нормальный бас, как он должен звучать. Здесь нет никаких таких вот перепадов 12 дБ, которые у меня были раньше. Отдельное спасибо хочу сказать Владе, который мне подарил эту систему на Новый год. Мне ещё подарили наушники Sennheiser 650 и HD 650, и на них я тоже хочу сделать обзор. Они меня поражают просто, у меня не было никогда до этого открытых наушников, я сводил на Sony MDR7506, и разница, она просто какая-то космическая. Это вы увидите в одном из следующих видео, поэтому оставайтесь с нами, как говорится, подписывайтесь, пишите комментарии. Мне интересно узнать ваше мнение, может быть, кто-то из вас тоже использует эту программу, и у вас какие-то другие впечатления остались, не похожие на мои. Подискутируем, поговорим, и, собственно, до новых встреч, всем пока!